МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы до конца не осознали, что реально происходит. Сейчас на Западе этой войны уже руководят министры обороны. Они недавно на базе военной в Германии собрались и точно определили, сколько денег, сколько снарядок, сколько пушек, по каким целям бить, сколько платить. А русские и украинцы используются как пушечное мясо на ридной Украине, и нарастает этот конфликт. Эта война разрастается, приобретая уже огромный характер и неся большие жертвы. Наши друзья и коллеги, которые живут на Донбассе и в Донецкой, Луганской республике, сейчас официально обратились срочно провести референдум, войти в состав российской государственности. Мы это активно поддерживаем, ибо никакой другой защиты у них против этого очередного нацистско-фашистского насилия нет и не может быть. Но на Востоке есть обнадеживающий пример, когда в Самарханде собрались все ведущие страны с другим взглядом на этот мир, где предлагают общество всеобщей судьбы и нормальное отношение к языку, культуре и традиции. Впервые в истории человечества четыре цивилизации в ходе обсуждения этих проблем, русская, китайская, индийская и персидская, согласились тесно взаимодействовать, чтобы остановить натовцев и остановить новую войну. Хочу поблагодарить президента Путина, я внимательно просмотрел все его переговоры, прочитал их сайт, должен сказать, что проведена колоссальная работа, которая вынчалась, взя очень важными стратегическими договоренностями, не случайно Патруша уже вчера проводил их в Пекине, и мы продолжаем эту исключительно важную работу по линии нашей партии, леопатриотических сил, общества российско-китайской дружбы, которого возглавляет Мельников в этом году, мы отметим 65-ю годовщину этому обществу. Но сегодня должна быть иная внутренняя политика. Я когда смотрю учебники и занятия, в том числе проводил урок мужества в одной из школ Подмосковья, я удивляюсь, куда выбросили Великую Отечественную, и почему все время нас учат на тех битвах. Я за! История неделима, но три самые великие победные битвы были под Москвой, Сталинградом и Норловско-Курской дуге, где мы избавили человечество от нацизма и фашизма. Мне кажется, если сегодня без конца повторять успехи, в кавычках, Первой мировой, где мы потеряли государственных, то никаких побед новых не будет. Те, кому было в 18-м году и 17-м, им было 20 лет, в 41-м им было 40 с небольшим. Там проиграли все, а тут все победили. Тогда возникает вопрос, почему? Потому что там дрались за деньги банкиров Лондона и Парижа, Никакого смысла ни русскому солдату, ни солдату любой национальности сражаться за это было. Я посмотрел всю историю. Одни молились, вторые плясали, третью водку пили, четвертые сражались, а пятые наживались. Снаряды стали дороже для Южного фронта. Шесть раз продавали те местные капиталисты. Вроде они и носили фамилии русские, но ничего русского им не осталось. Золотой телец взял верх. Те же люди сражались. Тут война была не только моторов. Это война была культуры, идеологии. Война была позицией, война цивилизации была. И мы победили. В первый же день войны Шолохов сказал, отправил Сталину телеграмму, заберите мою премию в общий фонд. Я готова здесь шиней сражаться. Потом Симонов, Илья Оренбург, потом Михалков. А сейчас что мы видим? Две программы Попова и еще программа Соловьева. Остальные Рыжи и Малина. И продолжают всякое дерьмо. Иностранные лить на головы наших ребят. Посмотрите, что в школах творится, в вузах. Что у нас нет министров, нет комитетов. Как можно побеждать в таких условиях? Солдаты не знают на фронте, что там происходит. Я как военный человек плохо понимаю и поддерживаю активно. Я еще раз наставил, чтобы председатель Думы договорился с нашими военными, пригласили на закрытое заседание то ли Совета, то ли Думы. И обсудили в том числе и военно-политическую ситуацию. Да, военные стратегии и тактика – это вопрос генералов, верховного командующего. Никто не вмешивает, там много секретов. Но вопрос сплочения общества – это вопрос нас непосредственно касается. А духовная мобилизация – это наш прямой вопрос. Вопрос работы с избирателем – за это мы реально отвечаем. Вопрос материально-технического собжения ребят, которые там сражаются – это вопрос каждого комитета. Мы обязаны все решить. А когда зима подходит, ни теплых портянок, ни накидок, ничего нет, то все удивляются. У нас бедная армия. Мы вам тысячу раз говорили об этом. Если бы Кашин не поднял своих людей, когда натовцы привезли уже орудия непосредственно по Розамас, они бы уже вот тут учения проводили. Если бы вместе с Коломейцевым и Харитоновым провели целый поход в Крыму и в Ульяновске, они бы уже тут давно седлались. Мы вынуждены были ездить на целые заводы, отбивать у тех же американцев. Я когда приехал с Масляковым, где делают тополя, я просто ахнул. Сидят на контроле и выпуски. Одни американские специалисты уничтожали все, что мы лучше изобретали. Мы это спасли и сделали. Но я не вижу на поле боя новых танков, которые мы делали на четырех заводах. К чему их не делают? Поэтому надо сесть и разобраться. Это вопросы касаются каждого депутата нашей безопасности. И прежде всего надо сейчас отмобилизовать себя. Для этого у нас есть все необходимое. Что касается, что впереди. Мне можете простить это жесткое выражение, но я больше боюсь в этом мире Хасавьюрта. Я видел, как Горбачев, Яковлев, Месси, Шавернадзе, всей этой сворой, пьяной Ельшинской, продавали и предавали страну. Я тогда написал слово к народу, обращение к гражданам. Меня два раза на политбюро кости ломали и 50 статей организовали. Я боюсь Хасавьюрта 2. Я с Лебедя говорил, отдайте нам голоса, вместе выйдем и мы исправим мирную ситуацию. Он поехал, все сдал. А потом военные харкали кровью и мы вынуждены были через два года снова возвращаться к этому. Даже если вы завтра все отдадите, есть у нас такие голоса. Никогда эта шайка не остановится. Они были удовлетворены в 1991-м развал Советского Союза, капитуляцию в области идеологии и либеральные ценности вам рынок, придачу с Гайдаром и Чубайсом и продали 80 с лишним тысяч предприятий у Горобеля. Сейчас не остановится. Их это не устроит. Устроит расчленение, раздел и ликвидация. Поэтому придется всем отмобилизоваться, независимо от партийной принадлежности, национальности и культуры. Это закон железной войны. Или победа, или поражение. Поражение означает полное растаскивание того, что создавали тысячи лет нашу державу. Мощные удары. Кстати, я бы давно парализовал три дороги, два моста и два туннеля. У нас для этого больше, чем достаточно. И не катили бы без конца снаряды и пушки под Донбасс. Давно можно было решить задачу. Тогда давайте встретимся с закрытой встречей, обсудим, каким образом это должно решаться. Мы люди все военные. Я три раза служил в армии, был на всех крупных учениях. Имитирую все бомбы, которые там есть. Или полноценная военная ситуация, военная операция. Полноценная. Включая частичную мобилизацию. Никто не говорит о кадрах. Кадрах достаточно. Чем вы будете снабжать, как вы будете обеспечить, как вы в боевое слажение. Там много вопросов. Это вопрос вполне решаемый. Дайте еще минуту. Почему американцы, англичане, французы, поляки подготовили три дивизии, которые изюм брали? Что мы не видели? Видели. Что мы не понимали? Понимали. Давайте принимать соответствующие меры. И это фронт не 200 километров, а 1200. Это совсем другая оперативная обстановка и управление. Это требует соответствующей ставки и всего остального. И круглосуточно координирование таких подразделений. Поэтому я за то, чтобы мы максимально сложили усилия и обеспечили успех. Что касается нашей персональной ответственности. Давайте проведем необходимые слушания и встречи и максимально поддержим. Я обращаюсь к работникам, журналистам, СМИ. И, понимаете, откройте сводки в Совинформбюро. Мы сообщали о каждом городе, который сдали. Дважды Харьков сдавали, брали и брали и сообщали. Не надо лукавить и хитрить. Правда, это главное на поле любого сражения. Если вы не знаете реальную оперативную обстановку, вы не беспечите победу. И мы обязаны все сделать для того, чтобы восстановить порушенные регионы. Сейчас подготовка к зиме, она требует особых усилий. Мы уже отправили, благодарю всю нашу команду, и Кашина, и Коломейцеву, и Харитонову, и Савицкую, и Синельщикову, всех наших товарищей. Отправили туда, уже мы 101 конвой, 102 и 102 отправили. Приняли тысячи ребят и продолжаем принимать. Но еще раз призываю всех максимально отмобилизовать себя для достижения победы на Донбассе. Это вопрос, еще раз повторяю, нашего исторического выживания. Продолжение следует...